Девочки, доброе утро! Доброе утро! Доброе Анапское утро! Как дела, девочки? У нас тепло. Солнышко пригрывает. Пригрывает. Мы с Тедичкой пошли прогуляться. Но на набережную не будем спускаться от водораздела. А просто вот сверху посидим на лавочке. Здесь такие лавочки, девочки. Две лавочки. Я прошу мальчика мальчика, прошу сесть со мной. Он не хочет сидеть. Ему бегать надо. Но и так достаточно уже прошли. 10 тысяч шагов в действии. Так интересно наблюдать. Знаете, по яхте ходит, допустим, серое окошко. Или там вот чайки. Чайки гоняют уток. Утки гоняют чаек. Интересно, да, девочки? Ой, какая красота. Какой воздух. Морской воздух. Это ж одно удовольствие. Дышать морским воздухом. И отсюда вот можно увидеть всю анату, как на ладони. Круговую. Это яхт-клуб. Морской флуб. И здесь на зиму, видимо, ставят вот эти все суденышки. Рыболовецкие, яхты. И вот эти прогулочные крейсеры. Девочки, прогулочные крейсеры. Вот такое утро анапское. Девочки, доброе утро. Мы с Юлисиком гуляем. Прямо далеко гуляем. Я вчера здесь, здесь по дороге, в зоомагазин, извиняюсь, девочки. Что-то застретала в зобуку. Зоомагазин, он меня туда заводит прямо с регулярностью. Запрыгивай. Вот такие вкусняшки купила ему. Здесь состав. Мясо утки, рыба, сорбидол, растительный глицерин, крахмал. Протеин 30%, жиры 3%, зола 5%. Зола обязательно нужна для собачек. Клетчатка, влажность 23%. Обожаю, девочки. Не является основным кормом. Обеспечьте воду. Обеспечьте мальчику воду. И вот он за эти вкусняшки умирает. Я ему положила. И говорю, заскакивай. А он не хочет заскакивать. О, девочки, такая красота. Слушайте, тепло на улице. Прямо хочется... Мой мальчик. Служи. Служи, Тедичка. Служи. 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 Ага, ага. Ай, ты хулиганивая. Хулиганивая. С утра прямо тепло. И мы здесь сидим, где яхт. Морской клуб. Яхты стоят на приколе. Рыболовецкие суденышки. Парусники. Прямо с удовольствием отдыхала. Готовится к сезону. Там он сверлит. Рубят, пилят. Очень красиво, да? Очень. Прямо часами можно... Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Я потеряю его. Пока стояла, болтала. Собачка шла мимо. Он убежал за ней. А его не остановить уже. Средичку уже не остановить. В общем, девочки, красота. Просто красотища. Просто красотища. Вчера в комментариях. В прямом эфире. Девочки там писали. Елена Павловна, все, собираемся в Анапу. Не можем. Не можем. Хотим. О, очень красиво. Вообще море. Это же такой релакс. Это же такая красота. Знаете, даже необязательно ехать летом. Можно и в любое другое время года. Мягкий климат. И это все прямо, знаете, дышится, девочки. Полной грудью дышится. Прям нигде не задерживается. Набираю воздух. Смотрите. Сидит, слушает. Тело слушает, как я разговариваю. Ой, беловая такая колбаса. Ворона. Солнце припекает. Припекает. Тедди сейчас бы за ней угнался бы. Полетел бы. Сейчас пойдем купим самсу вкусную. Которую я вчера маленькая. Одну штучку всего купила. На пробу. Но очень понравилось. Вообще обалденно. Пойдем самсу купим. Да, дядечка? И пойдем домой чай пить. Пойдем. Да, дядечка? Кушать пойдем. Ой, кто-то звонит опять. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Что там такое? Что там такое? Кто там такой? Кто там такой? Девочки, что самое удивительное. Прям не хочется никуда ходить. Все, поднялся ветер. Вот с утра тихо. Солнышко. Где-то после 12, после часа начинается ветра. Такой витрина. Прямо, знаете, отшелкно. Он ходит по дуну. Я немножко приоткрыла с той стороны окну. И все. И стыдно валяемся. Валяемся. Ему говорю, пойдем гулять. А он на подушечку улегся. И все. Не хочет еще. Потому что, видимо, рано. А я достала полкурочки разморозить. Наверное, сейчас пожарю себе. И что-то так, вот это курочки жареные. Прямо жареные. Вот, девочки, вот смотрите. Вот лежит так, да? И я прямо не хочу вставать. Потому что, если я сейчас встану, он тоже побежит за мной. Вот. А так не хочется, чтобы он прям повалялся вот так на диванчике. Смотрите, как на подушечке лежит. Хорошо. Нравятся мне вот эти покрывала. Они очень легко стираются. Быстро сохнут. Постирала, положила. Постирала, положила. Смотрите. Масса под этим. Под батарейкой лежит в тепле. За шторой. А я зеваю. Наверное, дождь пойдет. Надо посмотреть прогноз погоды. Надо посмотреть прогноз погоды. Ну, я что-то смотрела там. До конца января, по-моему, будет плюс 9, плюс 12. По-моему, вот эта вся неделя будет теплая. Но такой ветер страшный прям. Прям страшный. Сдувает. Девочки, валди. Вообще. Ой. У меня было печали. Просто уходило лето. У меня было разлоки. Месяц по календарю. Ой, девочки. Сегодня в директ написала мне женщина одна. Но она давно мне уже. Год, наверное. Иногда пишет там с праздниками. Поздравляет. Вообще пишет. Общие вопросы всякие. Ну, просто. Переписывается. И сегодня мне написала. Элена Павловна, на прямых эфирах, пожалуйста, уберите этих модераторов. Они хорошие комментарии удаляют в поддержку вас. А плохие комментарии, которые вас расстраивают, которые выводят вас из душевного равновесия, они все оставляют. Я, знаете... А я вчера уже заподозрила. Я же смотрю, модератор, модератор... У одного модератора очень много удалений. Очень много удалений. Я сейчас зашла, все, поудаляла из тех модераторов. Поэтому без всяких модераторов. У нас слишком собирается хорошая публика на прямых эфирах. Девочкам прямые эфиры нравятся. Там кому бы и не нравились, кто-то прям возмущается. Вот, что всем прямые эфиры нравятся. Все, на ночь глядя, посмотрели или где спать. Вам проще, вы совсем не хотите уже работать, ничего не хотите снимать, не хотите монтировать. Слушайте, ну это мой канал. И формат видео такой, который, я считаю, нужно выпускать. Почему бы мне не отдохнуть? Вот смотри-ка, что прям управляют нами, управляют. Вот я бы сейчас, знаете, это, Малахову бы писала, да? Убери такой формат, я не хочу смотреть. Или еще что-нибудь в этом роде. Но что-то совсем уже люди с ума сходят. Ой, стираю. Девочки, стираю. Почему у меня постоянно машина работает 24 часа в сутки? Потому что я ни белье не коплю. Вот вы вчера услышали там, значит, что я меняю два раза. Через два дня постельное белье. Или там, допустим, два раза в неделю. Я белье не коплю. У меня никогда нет, у меня нет, во-первых, корзины для белья. Вот. И то, что я белье снимаю, вот сегодня я сняла, допустим, домашнее платье, не лезь туда. Не балуйся, Тедди, не балуйся. Иди сюда, иди сюда. Допустим, домашнее платье, плавки, кухонное полотенце, полотенце, которым я вытираюсь. Я сразу стираю. Я никогда не складываю полные корзины, там полные тазики. Есть люди, которые там раз, знаете, в месяц стирают белье, накопят там столько, что мама не горюй. Или там, допустим, на раз в неделю стирают, допустим, по субботам, там, или по воскресеньям. У меня была одна знакомая девочка, моя учительница. Она жила с мамой. Боже мой. А тогда же стирали, знаете, стиральные машинки были такие вот, отжимали белье, вот так крутили, да, даже без центрифуги были машины. Руками отжимали. И они до такой степени накопят белья. Вот так вот у нас была детская площадка, и были тополя. Тополей прямо много было насажено, тополей. Они веревки вот так натянут, мне что-то поляли, и развесят халаты, парашюты. Девочки, парашюты, ночнушки, до необъятных размеров все это было. Боже мой, слушайте, ну вся детская площадка была увешана вот этим бельем. Очень много белья. Мама, видимо, стирала, а она носила и развешивала. Полоскала, носила и развешивала. У них целый день уходил на это, на все. Сейчас совсем уже другая жизнь. Сейчас сушилки, машины, автоматы до такой степени все это отжимают, что, знаете, чего не постирать-то? Бросил капсулу одну, постирала, и все. И никогда не будет целая куча у вас белья. А про постельное белье я вообще молчу. Я вчера уже сказала, девочки. Вы что, не моетесь? Я вообще в шоке. Я в шоке от того, что человек даже не понимает, почему белье бывает несвежее. Потому что вы спите раздетыми. О, кто-то звонит, девочки. Все, пока. Редактор звонила. Бородина против Бузовой. Дистанционное обучение. Хотели экспертам пригласить меня в студию, но я не поеду. Мне ничего куда мне. Ни Тедди, ни Масю, ни Дети. Не оставить. Да мне это не особо интересно. У меня сын уже взрослый. Это дистанционка. Это для него вообще, как орешки щелкать. Он парень умный. Это, знаете, кто никогда с этим не сталкивался, для тех, конечно, был в шоке. А для Лёвы это нормально. Сказали дистанционка, значит дистанционка. Он парень дисциплинированный у меня. И вот про постель, девочки. Ну как вы ночью спите, потеете, сопли слюни по подушке. Ну, Господи, ну мало ли что. Как это вообще? Где-то пернул, где-то пукнул. Где-то подмочился, девчонки. Не могу. Где-то песок посыпался. Могу ржу. Да я вообще не представляю, как можно раз в месяц менять постельное белье. Ну как? Как можно так? Я не знаю. Как можно вообще всю жизнь спать на подушках, которые я ни разу в жизни не менял. Одеяло, которое не менял. Я одеяло стираю. Одеяло стираю раз в неделю. У меня тонкие одеяла, ну такие, на синтепоне, но тонкие, с барашками. Я его стираю раз в неделю. Это вообще ужас. Все на матраснике все стираю. Чего клопов-то собирать? Ну этих, постельных-то. Потом чесаться ходить. Нафиг надо. Я что-то достала из шкафа постельное белье, которое, знаете, ну сколько, наверное, у меня. Оно чистое. Все пролежало, наверное, полгода. Я что-то все, расцветочка понравилась, я решила его постелить. Постелила, я вся исчисалась. Потому что постельное белье надо стирать. стирать часто. Не надо его, чтобы оно лежало в упаковках. Или вообще не стирать в упаковках лежит новое. Я уже рассказывала вам, как раньше постельное белье было дефицитом. Льняные простыни были, пододеяльники были. Льняные простыни у всех были вообще. Такие хорошие прямо льняные простыни. И вот одна женщина складывала, складывала все в шкафчик. Мыши как прошли у нее, вот так вот, вот так вот. Чик-чик-чик-чик, почикали. Вот так мышь шла и почикала. И по сгибам просто не развернула, а там вся она в дырках. И стлела. Тоже берегли. Мама умерла, у нее отрез был. Ткани постельного белья, наверное, метров 10 было. Для чего она его, я не знаю. Ну, можно было на полотенце, раньше разрезали. Льняные полотенца там. Я не знаю, для чего было. Знаете, может быть, на похороны, как гроб раньше носили на этих полотенцах. Ставили гроб на полотенце. Три мужчины, допустим. И вот одевали через шею ему, одевали вот эти длинные, вот эти вот льняные полотенца и гроб несли на кладбище. На этих полотенцах. Ой, боже мой. В Советском Союзе чего только не было. Ой, как мама хранила. Четыре девочки. От постельного белья пошла дальше. Развернула похоронное, похоронное. Развернули там капроновые чулки, девочки. Лежат капроновые чулочки, которые носили, знаете, сколько им лет я. Не знаю, этим капроновым чулочкам. Их же надо на что-то прицеплять. Раньше было такие, знаете, женщины носили. Наверное, этого у Александра Васильева такое точно есть. В общем, одевалась на бедрах такая поверхность. Как она называется? В общем, девочки, вот как шлейка у Тедди сейчас, да, шлейка. А это на бедрах одевалась такая ткань. На пуговицах. Застегивалась спереди на пуговицах. И были такие прикреплены к ногам. Ну, такие вот крючочки или пуговицы. И чулочки такие на застежках прикрепляясь. Вот эти чулки капродовые носили вот на таких застежках. Куда она собралась? Я вообще девочка на сверху грею. Я не могу. Куда она собралась? Девчонки, не могу. В мире, но я собралась капродовая чулочка. И на эти застежки. Где взять? Уже этих застежек нет. Это вообще ужас какой-то. Это просто нечто. Или знаете, как это платье. Вот в этом платье меня похороните. В этом платье она ходила лет 30 назад. Конечно, но и то маленькое, и то большое. Ой, это вообще как все придумают только. Но старушки, да знаете. Жизнь доживая, мы с ума выживаем уже. Девчонки, все, я не могу ржу. Пока-пока. Оверо. Пока-пока. ПО석.